Всем привет! Я сейчас иду в школу флористики, которая называется Green Home на урок, чтобы создать потрясающий букет из цветов. Я сегодня через контакт получила это уникальное предложение, посетить этот уникальный авторский мастер-класс. И поэтому с удовольствием решила воспользоваться этим случаем. И сейчас тороплюсь на этот мастер-класс, надеюсь будет очень интересно. Ну а пока я иду, я вам засниму еще несколько красивых мест нашего города Кирова. Мы сейчас добрались с вами до первого интересного места в нашем городе Кирове. Я нахожусь сейчас на театральной площади. Здесь у нас проходят различные массовые мероприятия, например Новый год, 9 мая, День России и другие, а также различные ярмарки. И сейчас за моей спиной вы можете видеть Вятский государственный университет, также правительство и еще один корпус Вятского государственного университета. Также вдали, ну не так сильно далеко, находится драматический театр, но больше всего на этой площади мне нравится сквер, где расположен у нас фонтан, который включают ночью. В плане включают на нем подсветку ночью. А вот и фонтан, который мне больше всего нравится летом в вечернее время, но сейчас мы подойдем к одной скульптуре, которую я очень люблю, потому что в ней есть котик. И вот второе место, которое я вам хотела сегодня показать, это скульптура, сделанная по Дымковскую игрушку, и здесь есть маленький хорошенький котик. Вот он, собственная персона, и я вместе с ним. Ну а мы подошли с вами к третьему сегодня заключительному, достопримечательному месту нашего города Кирова, то есть флористической школе, которая называется Гринхоп, и я думаю, здесь мы остановимся с вами на несколько часов. Надеюсь, будет интересно. Я пришла одна из первых, немножко огляделась. Школа эта занимает интересное помещение в старинном доме, и здесь достаточно просторно, светло и уютно. Постепенно начали прибывать люди, такие же желающие побывать на этом бесплатном уроке по флористике, как и я, и в 18 часов началось мероприятие, на которое мы все здесь и собрались. Кстати, собралось больше 20 человек, как мне сказали организаторы, записалось на мастер-классы 25, но мне кажется, пришло больше. Приветствую нашу школу флористики Гринхоп. Мы являемся единственной лицензированной школой в городе Кирове. И сегодня проводим для вас мастер-класс по флористике. После приветствия нам стали на экране презентовать их обучающие курсы, которые проводят местные флористы-преподаватели, а также они сюда приглашают именитых флористов-дизайнеров, чтобы те проводили здесь свои уникальные авторские мастер-классы. Но это нам не так сильно с вами интересно, хотя у именитых дизайнеров я бы хотела побывать на мастер-классе. Но мы идем ко второй части, которая для меня стала сюрпризом, так как я ее совершенно не ожидала, но думаю, что стоит вам ее показать. По крайней мере, несколько фрагментов, так как нам там рассказывали, как ухаживать за комнатными цветами. И, возможно, вам это пригодится, так как, к примеру, один из цветочков был очень известный, очень распространенный во многих квартирах, который называется Антуриум. Хотя там рассказали не только про него. Мы дадим вам немного информации по лукошечным растениям. Об этом вам сейчас расскажет Максим. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Максим. Я специалист по комнатным и садовым растениям. Эта информация, она входит в обязательный курс флористики. Почему? Потому что вы должны знать абсолютно все, что связано с цветами. Вы используете комнатные растения при составлении букетов, при составлении композиций. Вы их используете в дизайне. И сегодня, допустим, я тоже дам частичку информации, ну, допустим, такую, как самая распространенная, каким образом определить правильное содержание растений. Вот сегодня мы будем изучать, от чего зависит жизнь растения в комнатных условиях. То есть, по сути дела, каким образом цветы попали в комнату, в квартиру. То есть, они раньше произрастали в каких-то природных условиях. И вот самый основной момент, это, зная те условия, в которых произрастали эти цветы, вы должны эти условия воспроизвести в своей квартире. Поэтому растение знакомое всем. Вот давайте разберем на его конкретном примере. То есть, вот, возьмите телефон, введите, вот, найдите мне, откуда он происходит. Это достаточно легко. Вот мы сейчас разберем технологию, по которой вы в дальнейшем сможете прийти домой и посмотреть вот так вот все свои цветы. Растение растет в полутени. Дальше, если мы будем внимательно рассмотрим растение, обращаем внимание на то, как оно растет. То есть, посмотрите, у него очень много воздушных корней. О чем это говорит? Он забирает влагу из воздуха. Это раз. То есть, корни получают дополнительное питание. Второй момент. Этими корнями он, значит, за что-то цепляется. Соответственно, он может жить как на деревьях, так и на каких-то поваленных стволах. И вести такой ляно-подобный полуэпифитный образ жизни. Отсюда следует что? Если мы его посадим в обычную землю, вот какая у нас в саду или в огороде, ему будет от этого хорошо? Думаете, что нет? Точно так же вы купили классическую землю для комнатных растений и пересадили цветок. А вот он что-то не цветет и коктейль растет плохо. А вот специальная земля. Вот. Да, то есть, если он растет как эпифит, то есть мы это выяснили, да, то есть, что у него есть воздушные корни, значит, ему нужна какая-то такой субстрат, который пропускает воду, влагу. То есть, я рекомендую своим, допустим, ученикам, и кто только мне обращается по поводу этих консультаций, поступать каким образом? В плане антуреума. Мы берем мох, мы берем кору, добавляем чуть-чуть земли, все это перемешиваем и сажаем как раз вот в этот субстрат. То есть, у него корни получают доступ к воздуху, хорошо проходит вода, они не загнивают, растут. И по мере роста мы этот субстрат ему подсыпаем. То есть, у него получается дополнительная опора и дополнительное питание. А если дома влажно, то есть, установлен увлажнитель воздуха, и если вы его будете хорошо поливать в таком хорошем субстрате, который ему нужен, он будет излишнюю влагу вот по этим листикам выводить. То есть, у него образуются капельки, и он таким образом сам себя осушает и регулирует. Следующий момент по поводу цветения. Очень многие, допустим, жалуются, что купили красиво цветущий, а сейчас вот один-два цветка, а потом и вообще перестал свистеть. Сталкивались с таким? Сталкивались. Вопрос у меня такой, я всегда спрашиваю. А если вас посадить на хлеб и воду, вы будете красивыми? Нет. Растения нуждаются в постоянной подпитке. Если в природных условиях они получают из отмерших жучков, червячков, разлагающиеся коры, каких-то материалов, то есть, они получают дополнительные питательные элементы. То есть, здесь мы его посадили, он первые два-три месяца все питательные вещества получил из этого субстрата, и дальше у него субстрат пустой. То же самое, что мы его посадим в пенопласт. И он как бы растет поскольку-постольку, вот вроде бы как бы дают воду и хлеб для поддержания существования. И все, как бы говорить о том, чтобы что-то там цвести, расти, развиваться, живое, слава Богу. Поэтому, если мы его будем подкармливать, то, соответственно, он и будет нас радовать своим цветением. Очень многие про это забывали. Возьмем всем нам известную лаврушку. Лавру благородную. Я не буду вас напрягать, я сразу скажу, что он произрастает в субтропическом климате, в так называемом Средиземноморском, который характеризуется чем? Очень жарким летом и прохладной, мягкой, влажной зимой, с возможным даже выпадением снега. То есть возьмем Италию, Грецию, то есть место, где произрастает лавра в классических условиях. Но, соответственно, для, что нужно этому растению для хорошего роста? Летом солнце и жара, зимой солнце и прохлада. И то есть растение, допустим, начинает загибаться или медленно растет. Вы думаете, почему? Вроде бы и тепло, и светло, и подкармливая, и все. Но мы не соблюдаем основной промежуток. Мы не выдерживаем зимой прохладу. Точно так же к таким растениям относятся, к примеру, очень распространенные азалии и рододендроны, которые активно продаются в магазинах. Цикламены, которые также поступают зимой в продажу. Мы их берем красивыми, цветущими. Но в условиях, особенно, квартир городских, они страдают от повышенной температуры. И единственное, что вы покупаете такие цветы в том случае, если вы можете обеспечить прохладное существование. То есть прохладное существование можно обеспечить двумя образами. Если у вас деревянная рама, вы ставите его между рамами. Но, как правило, сейчас у всех пластиковые окна. И единственный момент, то есть я рекомендую покупать в том случае, если у вас есть частный дом, и вы живете в этом частном доме. То есть какая-то веранда, зимний сад. То есть тогда эти растения будут расти и радовать вас. Это удивительное растение, называется тилансия. А ботаники и флористы называют ее цветок воздуха. То есть это растение, которое, если оно попадет на почву, оно умрет. Поэтому для него идеальным условием содержания, это лежать где-нибудь в баночке, на полочке, с рассеянным светом, вот таким. Оно будет чувствовать себя замечательно. Оно будет давать детки, которые уже появляются, и дальше разрастаться таким кустом. Но, если мы ее зальем или еще что-то. То есть максимум, что можно сделать с этим растением, это опрыскивать. Причем при опрыскивании мы ее должны пылинуть вот так. Хочется, чтобы после нашего мастер-класса вы полюбили цветы и это искусство флористики так же, как любые мы. И желали, хотели, умели творить своими руками любые красоты. Вот тут меня постигло некое разочарование. Вы уже знаете, что нас много, а цветов, картонных коробочек с оазисом мало. Поэтому предложили нам всем разбиться по парам. Ну а дальше было озвучено, чтобы мы почувствовали себя флористами, просто повтыкать цветочки в оазис на свое усмотрение. Но если, конечно же, возникнут вопросы или кто-то зайдет в тупик, то флорист, естественно, готова подойти со своими советами, подсказками. И на этапе разбора цветов я попала в некое замешательство. Не знаю, что мне тут делать, так как сперва мне достался всего лишь один цветочек. Остальные очень быстро разбежались по другим рукам. Но потом цветы стали возвращаться, так как кое-кто все-таки изначально пожадничал. Ну а некоторые отрезали излишне коротко стебелек. И, в общем, у меня в итоге насобиралась вот такая разномастная композиция. Но вроде бы все-таки симпатичная. И ее можно было даже забрать с собой домой, что я, конечно же, и сделала. Но, к сожалению, с этого мастер-класса я для себя нового совершенно ничего не выяснила, разве что увидела собственными глазами удивительный небольшой цветочек, о существовании которого я, в принципе, знала. Но в продаже в нашем городе, в магазинах я его не встречала. Также для себя я поняла, что, конечно, профессионал наверняка бы не растерялся в этой ситуации, как я и вышел бы из нее с достоинством и с более красивой композицией. Но я себя профессионалом и не считаю, поэтому и пришла сюда за новыми знаниями и идеями. Хотя, при том, что флористике я специально нигде не училась, это просто одно из направлений, одно из увлечений, которые меня привлекают в творчестве. Я себя считаю все-таки достаточно хорошим флористом-самоучкой, ну или, по крайней мере, явно далеко не чайником. Надеюсь, вы поддержите мое мнение пальчиком вверх, так как вы видите как раз на фотографиях и на видео сейчас мои флористические работы, которые я для себя составляла ранее, но, конечно же, в более спокойных условиях. Я нахожусь сейчас дома, и, как вы видите, я забрала с собой с удовольствием композицию, так как нам разрешили это сделать. Но, правда, сегодня совершенно не тот день, когда я была на том мастер-классе, когда делала эту композицию, и поэтому она немножко потеряла свою свежесть, но, тем не менее, пока еще смотрится вполне достойно. И сейчас, в этой заключительной части, я хочу озвучить свое финальное мнение о посещении этого мероприятия. В первую очередь, я хочу поблагодарить Анастасию, которая нашла меня через контакт, выявила мои интересы, узнала мои хобби и позвала на этот мастер-класс. Во-вторых, я очень сильно хочу поблагодарить Максима, так как он интересно и достаточно живо провел свою часть про комнатные растения, про уход за ними. И я очень надеюсь, что вы вынесли из этой части, из этого видео, какие-то для себя полезные моменты по уходу за растениями. Ну и мне было очень приятно, что он вел не монолог, а именно разговаривал с нами, пытался вывести нас на разговор. И поэтому такой диалог, конечно, намного интереснее, чем когда просто идет вещание в одну только сторону. Также, конечно, можно было общаться и с флористом во время составления композиции, и после, как она сказала, с удовольствием ответить на все вопросы. Но у меня не возникло их ни во время, ни после, и поэтому я для себя осталась как-то ни с чем. И я туда шла с огромным таким воодушевлением, с огромным тоже удовольствием. Но все это как-то спало на нет, потому что я все-таки ожидала какую-то другую подачу этой всей информации. А ожидала я для себя несколько другое, так как я уже неоднократно бывала на подобных мастер-классах. Правда, их проводил мой журнал, в котором я работаю. И они были совершенно по-другому построены. То есть у нас приглашалась специально флорист, и приглашались, ну, обычно девушки, женщины, бизнес-леди, директора. И для них флорист сама показывала, как составить композицию, а бизнес-леди повторяли за ней какие-то действия. Конечно, у всех композиции получались совершенно разные. Каждый видел по-своему композицию. Но, тем не менее, я вот с таких именно мастер-классов всегда выносила для себя какую-то новую идею, что-то, в общем, новенькое. А здесь было, ну, как если бы я просто сидела дома, и, там, принесли мне охапку, не пойми каких цветов, и я собираюсь всего этого, ну, что получится, то и получится. И я хочу с вами поделиться задумкой этой композиции, которая у меня была в начале, которая не вышла, к сожалению. В общем, когда я увидела много одинаковых цветов, то я решила, что у меня обязательно это получится. Но, как вы слышали, что мне достался всего лишь один цветочек сперва, а потом стали появляться, но совершенно разные, как вы видите. И они уже, конечно, не сложились в мою композицию, именно так, как я задумала. А хотела я сперва поставить один цветочек, самый большой, и потом спиралевидно, укорачивая ножки, стебельки у каждого цветочка, составить такую композицию в этой форме. То есть, ну, что-то типа наподобие ракушечки должно было получиться. Но при этом, еще раз скажу, что цветы, я считаю, должны были бы быть все одинаковые. Ну, наверное, конечно, лучше всего для этой цели подошли бы розы. В общем, от этого мастер-класса я, конечно, ожидала несколько другое. Тем не менее, я очень надеюсь, что вам понравился мой влог, что вам понравились и пригодились советы по уходу за цветами от Максима, что вы поставите мне за этот влог пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы все еще этого не сделали, и на мою группу ВКонтакте, которая называется «День жизни кошки». Ссылку на эту группу вы найдете внизу под этим видео в инфобоксе. Также там я оставлю информацию об организаторах, где они находятся. Если вы из Кирова, то открывайте. В принципе, другие платные школы, они проводят достаточно интересно и достаточно продуктивно. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам огромнейшей удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok